О самых главных деловых новостях поговорим сейчас. Кубань стала лидером в России по объему производства сельхозпродукции. В прошлом году в регионе произвели ее на 421 миллиард рублей. Это больше, чем годом ранее. Более 300 миллионов рублей принесли растения и воды. Животноводы добавили 95 миллиардов. Вот давайте посмотрим на лидеров отрасли. Зерна собрали 14 миллионов тонн. В сфере животноводства было произведено почти 500 тысяч тонн мяса. Молока произвели почти полтора миллиона тонн. Доля Краснодарского края в общероссийском объеме производства сельхозпродукции составляет 7,5% по продукции растеневодства больше 10%. Как отметили в Краевом Минсельхозе, вот уже седьмой год экономические показатели аграрной промышленности растут более чем в два раза. Тогда аграрии произвели продукции на 200 миллиардов рублей. Ну и сегодня в течение дня мы говорили о подписанной национальной стратегии в интересах женщин. Она призвана в том числе и бороться с гендерной дискриминацией на работе. Сегодня у нас в гостях независимый экономист Марина Варшавская. Марина, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, у вас с прошедшим 8 марта. Спасибо большое. И вы знаете, вот в продолжении темы женщины, в частности, женщины в бизнесе, мы сегодня в течение дня говорили один такой факт. Среди руководителей только лишь каждый третий руководитель – это женщина. Ну, из десяти. А раньше, кстати говоря, эта цифра была больше, порядка 40%. Ну, во-первых, почему так мало, а во-вторых, почему снижается, как вы считаете? Ну, на мой взгляд, наверное, все же таки женщинами быть руководителями в нынешних условиях тяжелее, чем ранее. Раньше все было проще, все было понятно. И экономика была плановая. Экономика была плановая, да. Все понятно. Есть план работы, в общем-то, какие там могут быть отхождения, да, только там в лучшую сторону. А сейчас приходится быть гибкими, находить различные варианты, и все же таки мир, он стал более жестче. Я думаю, с этим еще связано. Ну, а с точки зрения гибкости, то есть женщина-руководитель не всегда может оперативно подстроиться по те или иные изменения? Мужчина может, конечно, конечно, может. Но если, допустим, идет речь о каких-то крупных сделках, да, о каких-то там сложных производствах, то, наверное, все-таки там вот проще мужчинам договариваться. Вот если говорить проще, сложнее, а женщине быть руководителю, вот это каково? Ну, может быть, даже и на личном примере. На своем примере хочу сказать, да, что женщине как руководителю мне, в принципе, не так тяжело. Мне легко договариваться с коллективом, и зачастую мне легче договориться с клиентом. Легче, чем мужчине? Легче, чем мужчине, да. Почему? Наверное, вот свои какие-то женские чары. Женская обаянь, включаете? Да, да, да. Без этого никуда в нашем деле. Бытует такое мнение, что женщине руководителю одно из самых сложных для нее процессов – это увольнение сотрудника. Это правда. Почему? Ну, наверное, мы по природе, по своей, более такие человеколюбивые, да, нежели мужчины, стараемся пропустить все через себя, через душу, пытаемся вникнуть в ситуацию нашего сотрудника. И, конечно же, это тяжелее сказать ему, все, до свидания, ты на мне подходишь. Вот мужчине как-то это проще. Ну, вот на своем примере, хочу сказать, да, я вот о всех забочусь, стараюсь набрать всем помогать. Не злоупотребляют таким вашим отношениям? Злоупотребляют, к сожалению. Бывает. Бывает, да. Как боитесь? Волевым решением? Да, вот вызываю к себе, говорю так. Вот либо делаем вот так, либо я передаю вышестоящую инстанцию твою ситуацию. Ну, все. Решение принимается. Вопрос и вопрос решается, да. Один из наших сегодняшних экспертов говорил о том, что женщина в работе более точна, более усидчива, более пунктуальна. И даже приводил пример о том, что, например, заводы или компании по производству часов даже на потоковые линии предпочитают брать женщин на работу, потому что это вот такая тонкая, кропотливая работа на протяжении продолжительного времени. Всегда ли вот эти качества, они, ну, как бы положительно, что ли, сказываются на женщине-руководителе? С точки зрения, вот, действительно, работы, да, действительно это так. Женщина более вникает в мелочи, и нам, наверное, по природе, по своей свойственной, как-то вот больше организаторские способности, да, свои вот реализовывать. Как дома, как в семье, так, собственно, и на работе. Поэтому, если необходимо поручить какую-то работу, касаемо вот от начала до конца ее проведения, да, то, наверное, лучше назначить ответственную женщину за это. А что лучше поручить мужчине? Ну, вот вы уже сказали, что какие-то, может быть, более там физические стороны, но, может, какие-то еще процессы. Физические, да, стратегические. Стратегические? Да, да, вот касательно переговоров каких-то вот именно важных, крайне важных, да, там, для компании, для организации, переговоров на высоких, так сказать, уровнях, да, я думаю, что здесь все-таки легче и проще, эффективнее будет мужчинам договариваться. Но мужчина дальше видит? Мужчина более точен в плане денег, в плане заработков и доходов компании. Вот как заработать, на чем заработать, это знает мужчина лучше. А, на чем, а как правильно распорядиться? А как правильно распорядиться, это уже надо женщине. Это уже тогда получается перенос модели семьи на бизнес, да? По факту, да, да, на самом деле это максимально эффективная модель в бизнесе, когда мужчина, генеральный руководитель, допустим, да, гендиректор или собственник, он стратегическую выстраивает цель, конкретно понимая, что нужно сделать, может даже там договариваться с кем-то, приносить какой-то там проект, контракт, а женщина уже в качестве, допустим, заместителя, либо там директора по развитию берет эту. И доводит до конца. Тактика. Совершенно верно. Часто говорят, что женщина-руководитель многие процессы внутри компании слишком пропускает через себя. Насколько это положительно или, наоборот, отрицательно может повлиять на развитие той или иной компании? С одной стороны, это хорошо, если компания небольшая, ты понимаешь прекрасно, чем живут твои сотрудники, как у тебя устроена работа. А если эта компания большая, там пропускать через себя просто нет времени, нет возможности, нет сил физических у организма. Должно быть нечего личного, только бизнес. Абсолютно, только бизнес. Вот этим надо руководствоваться. Я благодарю вас теледрителям, напомню, что гостем судьбы была экономиста Марина Варшавская. Спасибо, что были с нами. Завтра обязательно увидимся, как обычно, в то же время, ну и, собственно, в том же месте, на Кубань-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!